Коммерчески успешная группа это вполне себе нормально в наши дни. У вас есть множество фанатов, у вас есть множество денег, но есть ли у вас душа? Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. И сегодня мы обсуждаем животрепещущую тему. А именно как сделать так, чтобы наша группа была сверху уникальной, сверх душевной и сверх интересной. Но прежде чем мы начнем, просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, рассказать о нем друзьям, нажать колокольчик. Подписаться там вконтакте, ну вы все знаете, пройти на донейшн-алерт и так ненароком оставить там денежку небольшую, копеечку на желтон хотя бы. И жить себе счастливо. Последний, кстати, очень важный коп. Итак, собственно, теперь к теме. Все вот абсолютно группы стремятся к тому, чтобы стать именно коммерчески успешными. Ну, здесь ума особо много не надо. Надо делать просто как все. Надо постоянно держать руку на пульсе, так сказать, трендов всего мира. Какие жанры популярны, какие стили музыки популярны. И подстраиваться под слушателя. Но скажите мне, пожалуйста, подстраивались ли под слушателя когда-нибудь какие-нибудь System of a Down, например. Ну и давайте на примере какого-нибудь System of a Down разберем, как можно стать уникальными. В нулевые нью-метал был отправной точкой многих групп, так как жанр был популярен. Но ни один дефолтный слушатель не обращал внимания на данный ярлык. А все почему? Потому что каждая группа тогда привносила в жанр нечто свое и нечто узнаваемое. В итоге в жанре основой стала качающая слаженная ритмика и простота исполнения. Армяне из Саад не исключение в этом плане. Уникальное звучание этой группы это целая система, которая привнес музыку каждый из членов группы. Давайте их разберем. У нас есть сильный, средний, низкий вокал Сержа. Высокий вокал Даррена, его же до безумия простые и быстрые рифы. Любовь к триолям и одной второй Джона. И Шава, который обрамлялся музло жирами. Оскрепляла весь этот винегрет игра контрастов. Сами посудите, в одном треке Саад мы слышим и панковые мотивы, и скоростную гитарную жирную глушь, и восточные мелодии. И все это в совокупности создает музыкальное ультрабезумие. И тут бац, сверхмелодичный запоминающийся припев или бридж. Группа вообще не боялась экспериментировать со строением своих композиций. В плане вокала мы здесь слышим экстремальные такие точки и шикарное октавное созвучие Сержа и Даррена. И это как бы не единственный случай. Саад появился, когда был популярен нью-метал, когда была популярна альтернатива. И давайте даже проследим, вот как бы так по-говнарски проследим жанровую такую вот составляющую, такую вот жанровую эволюцию, так сказать. Как бы нью-метал зародился от группы Korn. Люди, которые хотели играть в нью-метал, постоянно что-то свое в него добавляли. Ну там, допустим, Олимбийский добавили рэп. Статик Х добавили там немножко Индастриала. Дэв Томпс добавили слезы. И как вы видите, все, абсолютно все исполнители что-то добавляли свое. И они друг на друга, в принципе, не похожи. Хотя при этом играют в один жанр. Собственно, но это было тогда. То есть тогда было немножко проще, когда вот это все было популярно. Что же мы имеем сейчас? Кого же сейчас мы можем назвать уникальными? Я бы мог назвать каких-нибудь для вас ноунеймов, но тем не менее, я назову кое-кого более популярного. Ким Дракула, господа. Сэмюэл Веллингс, он же Ким Дракула, прославившийся в ТикТоке за свою версию песни Леди Гаги Папарацци. И не только. Продолжает свое шествие по ушам слушателей. Изначально чел себя заявил, как трэп-рэп-хим-хоп исполнитель, юзающие экстремальные подачи. Но сейчас его музыка это полный хаос, причем в хорошем смысле. Рэп-хип-хоп все еще присутствует, но при этом в актуальном творчестве Сёма вхерачивает элементы металла, причем вообще вакханально, но при этом каждый трек выдержан в одной линии. То есть, если он хочет кусок саксофона в песню вставить, она будет звучать странно, но при этом не вызывать диссонанс от общего прослушивания. То есть Ким при работе над композицией использует простой девиз, а Хюрли нет, но с припиской, что это должно быть уместно в концепте трека. Ну и в целом, уникальным быть в музыке довольно-таки сложно. Все почему? Потому что можно, конечно, придумать целый винегрет из каких-то жанров, стилей, но согласитесь, бананы в хрени вы жрать не будете. Конечно же, все должно как-то сочетаться, все должно гармонировать. И вот это самая главная проблема, то, что многие не умеют находить вот эту гармонию. При этом все равно в этой гармонии должен быть какой-то диссонанс. То есть даже не диссонанс, я бы даже сказал, а скорее контраст. То есть умение играть контрастами – это, в принципе, хорошее качество творческого человека, особенно когда он создает что-то новое. Вот эта вот игра контрастов, она не только в музыке, в принципе, в кино, в сериалах, везде, в книгах. Если оно грамотно подано, то людям это заходит на ура. Если оно подано абы как, то людям оно, конечно же, не зайдет. То есть, возвращаясь к теме музыки, опять же, не всегда, скажем так, хип-хоп какой-нибудь может хорошо сочетаться с каким-нибудь брутальным десметалом. Хотя, хотя, если найдутся умельцы, и они покажут, что такое возможно, то вполне себе почему бы и нет. Иногда некоторые группы сейчас, вот особенно в наши дни, за уникальность считают не свой стиль, не то, как они играют, не то, как они подходят к музыке. Потому что музыка, это все-таки слишком сложно, наверное, что-то вот найти какую-то вот такую вот интересную точку, от которой ты будешь прыгать, и всегда будешь как бы популярен, известен. Поэтому иногда проще просто вести себя как-то по-иному. Вот вам пример. Рок-завод. Вот иногда мне кажется, что в творчестве люди перестают показывать себя такими, какие они есть. Это грустно и теряет, кстати, любой смысл. Рэперы читают рэп про деньги, которых нет, рокеры... В общем, смотрите сами. Большие города, набиты поезда, почему все недовольные боятся слова да... Здорово, Крашеный. Ну, привет. Чё это вы тут бренщите? Музыканты, что ли? Это песни наши играют. Ааа, песни так-то ничего, я бы её под мофоной поставил и чиксами заколопасился. О, человек с лаунхеджей. Она выйдет, когда под неё снимут тысячи клипов. Большие города, набиты поезда, почему все недовольные боятся слова да... Итак, вот вам группа Рокзавод и их канал на YouTube. Как мы видим, видосов с песнями у них практически нет, зато ля сколько шортсов. Данный коллектив тратит больше силы времени на короткие ролики, нежели на собственное творчество. По факту, трек именно группы мы имеем только один. Зато раз в несколько шортсов, ребята его облизывают так, как будто бы записали богемскую рафсодию. И то зрение от клипа на трек у людей пропадает, то лопникам это заходит. Обо всём этом мы узнаём из коротких сюжетов, формирующих их в собственную вселенную Марвел. Я не могу лично оценить их музыкальную часть, так как это один трек. Но давайте смотреть их вселенную. Ну всё, мы больше не рокеры. В смысле? Это ещё почему? Ну вот ты кто? Я барабанщица. И где твои барабаны? Да как вы не понимаете, когда нам надо было переехать в Минск, нам нужно было перевезти инструменты. А транспортная компания их потеряла. Чё тут кричите? О, моя гитара. Стоп, а ты где её взял? Да не, Каспер, это мне местные музыканты из Минска подыгнали. Кстати, очень прикольные ребята, может возьмём их к нам в команду. О, как хорошо, нам как раз барабанщик нужен был. Да ты... Ну вообще лишним не будет. В шортсах, помимо облизывания единственной песни, ребята отыгрывают будто бы фанфики школьниц, родившихся в десятых годах и скучающим по нулевым, когда были эти все неформальные движи рокеров, панков, рэперов, и будто бы через призму своего понимания тех времён культур, к которым мало отношений имеют, выпускают что-то вроде этого. У нас репетиция скоро, не хочешь попивку хлопнуть? Ну я бы не отказался. Блин, у нас репетиция скоро, я такой голодный. Ну давай гречку поедем. На что мы будем записывать камеры? На короля и шептая, на сектор газа. Я хочу на Цоя. Помимо этого, ребята из рок-завода показывают, насколько они могут в аналах Лео Марчиоли. Слушайте, а давайте сделаем рок-версию этой песни. И финалом есть целый реверанс в сторону «Сами угадайте, какого сериала». Надо придумать название группы. Да давай контору оставим. Да как ты себе это представляешь? Сто тысяч человек стоят и кричат «Контора!» Можно потише? Вы что хотели, ребята? У нас санфетчо. Серьез таких умыслов не говорили, и поймут только настоящими станками. Да вы так будете себя вести, так как у себя подворотни. А может, вы попроще будете разговаривать с коллегами? У нас своя панкро-группа есть. Контора, слыхали? Нет. О чём мы речь? Мы бессмертную музыку играем, а не этот ваш мусор. Чё ты представляешь музыку, Санта, да хрена знаешь? Я вот отказываюсь это всё комментировать. Там 800 слихером подписоты смотрят фанфик ребят, которые говорят о том, что они группа. Тьфу! И да, я завидую. А завидую тому, что музыканты по сей день тратят огромные деньги на аппаратуру, запись, тратят силы на развитие основного таланта писать музыку. В мире, где быть музыкантом надо быть кем угодно, только не музыкантом. Грустно это, ребята. Ну и, собственно говоря, такой подход к музыке, то есть сделать много чего угодно, только не музыкой, но он не особо вяжется. Потому что вы тогда не музыканты, вы, ребята, КВНщики. Это тупо моё мнение. Вы ходите камнями, кидаетесь в монитор свой. Можете даже в комментариях написать, рок-завод это круто. Я с вами спорить не буду. Я для себя решил, что это говно. Ну и давайте выведем главную рецептуру в наши дни. Что должна делать группа, чтобы её творчество было уникальным. Итак, во-первых, это умение играть на контрастах. Как мы уже сказали. Умение эти контрасты. Гармонизировать. Гармонировать. То есть делать так, чтобы эти контрасты работали в гармонии с собой. Не забывать, что ты занимаешься музыкой, а не клипами, шортами и прочим. От себя добавлю. Не бояться экспериментов. Ну и вот и всё. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Нам очень приятно. Также нам будет очень приятно, если вы подпишетесь по всем нашим ресурсам. То есть это YouTube, это ВКонтакте. Это особенно на занятия наши. У нас первое бесплатное занятие. Я вам напоминаю. Скоро у нас откроется Boosty, где вы также сможете посмотреть уникальный материал. У нас ещё и Telegram канал наш есть. И всё-таки ненароком пройдите, пожалуйста, в наш Donation Alert, чтобы спотыкнуться и уронить хотя бы рубля два туда. До новых встреч, господа. Будьте уникальными. Всего вам доброго.